Привет! Продолжаем, продолжаем, мы каждый раз что-то продолжаем, а сегодня мы продолжаем изучать советы Скотта Мэйерса по эффективному использованию C++. И сегодня мы рассмотрим const и его советы, так, и первый его совет, то есть const и const expression. Итак, везде, где только можно, используйте const и const expression. Вот. Итак, const, что такое const, я думаю вы уже знаете, но давайте вспомним. const накладывает, ключевое слово, определенные семантические ограничения на данный объект. Это означает, что объект не должен модифицироваться. Если мы напишем const, const int a равно 0,90, то если мы где-то попробуем присвоить какое-то другое значение, то на это все, на компилятор ругнется и скажем, что этот объект константный. Итак, const, ключевое слово const, удивительно многосторонним, то есть вне классовым мы можем его использовать для определения констант в глобальной области видимости, либо в пространстве имен, либо в блоке каком-то. Так же для статических объектов внутри файла, внутри функции или внутри блока. Внутри классов допустимо применять вот это ключевое слово, как для статических, так и для нестатических объектов. Для указателей же можно специфицировать, должен ли быть этот указатель константным, либо должны быть константными сами данные, на которые этот указатель указывает, либо же должны быть константны и то и другое. Ну давайте для примера вот такой. Давайте я сейчас пространство имен сделаю. Вот, сделал пространство имен, я поразбиваю как по предыдущим там примерам, и в каждом пространстве имен будет какой-то свой пример чит. Итак, давайте обычный. Опишем строку в стиле C, как пример. И какая-то pstr равно hello. Вот так. В данном случае это у нас объект, который содержит указатель на строку hello. Вот. И теперь, теперь мы можем объявить указатель. Указатель на эту строку в классическом виде. p равно pstr. В этом случае мы можем менять и как значение указателя, и как значение самих данных. Теперь же, теперь же давайте сделаем вот так вот. Конст чар звездочка p конст. Вот так вот. Равно pstr. В этом случае сам указатель, давайте конст, или... Не, вот так вот. Пойнтер на конст. В этом случае указатель не константный. Вот. Константные вот эти вот данные. То есть мы значение указателя изменить можем, но сами данные изменить не можем. Ну, давайте проэкспериментируем. p, s, там 0, равно a. Или 1. Не a, а 1. В этом случае мы изменить не можем. Но. Но мы можем изменить само значение указателя. ptr. Вот. Как мы видим, компилятор пропускает. Потому что мы указали, что константны только данные, на которые указывает указатель. Теперь давайте объявим сам указатель константным. А данные не константные. Давайте вот так вот. Константный указатель, а данные не константные. Для этого нам нужно само ключевое слово переместить после звездочки. То есть если const идет до звездочки, значит данные, на которые указывает указатель, константны. Если же const идет после звездочки, то непосредственно сам указатель является константным. И его изменить нельзя. То есть если мы сейчас раз комментируем вот это, то мы получим другую ошибку. Так. А, cp. Да. Думаю, что же такое. Как же так. Вот. Теперь мы получили другую ошибку. Данные менять можно, а сам указатель менять нельзя. И вот пример полного константного объекта и указателя. То есть нельзя менять ни данные, ни указатель. Так. Сейчас я это закомментирую. Разницы нет. Const стоит до типа или после типа. То есть можно написать вот так. Можно написать вот так. Разницы никакой не будет. Самое главное это здесь до звездочки он стоит или перед звездочкой. Вот и все. Поэтому вы можете увидеть различные записи. Можно даже вот извратиться и написать. А, ну так оно. Говорит, что дублирование. Но полный константный объект это когда у нас и перед звездочкой и после звездочки указано ключевое слово const. Давайте подытожим пока вот эту часть. Если const стоит до звездочки, значит константные данные куда указывает указатель. Если же const стоит после звездочки, то сам указатель константный. Но данные менять можно. Итак, идем дальше. Идем дальше. Давайте посмотрим. Есть некий тип. Вот. Класс data. Ну структура без разницы. Вот. И для него определен оператор умножить. Который умножает два объекта этого типа. Что здесь не так? Ну здесь не так. Смотрите. Так, это я уберу. Там ничего нет. Вот. Я объявил три объекта. А, Б, С. Что здесь не так? А не так здесь это вот такая вот запись. А умножить на Б равно С. Что это такое? Это логическая какая-то ошибка. Которая может быть написана по незнанию, к примеру, языка. Это просто из-за усталости и т.д. и т.п. Но такие ошибки иногда бывают, иногда встречаются. И компилятор все это спокойно пропускает. Если это мы сделаем для встроенных типов, ну например. То мы получим конечную же ошибку. Но так как этот тип не встроенный, а наш собственный компилятор это все пропускает. Соответственно, что здесь нужно сделать? Здесь нужно просто добавить ключевое слово CONST. И в этом случае мы получаем ошибку компиляции. Поэтому везде, где только можно, применяем CONST. Вот в этом случае мы увидели. Идем дальше. С предыдущим примером вы бы могли, конечно, сказать, ну такое вот встретить практически невозможно. Возможно. Но вот с вот этим примером, я думаю, вы согласитесь, что здесь классическая опечатка. Просто забыли еще один равно. То есть имелось в виду, что результат умножения сравнивается с этим значением. Вот мы опечатались. И в данном случае у нас нет CONST. Ну, это возможно, если у объекта, у класса перегружен оператор BOOL. То есть если это тип, можно привести к BOOL-е назначение. Так вот, вот классическая отчепятка или опечатка. В этом случае компилятор все пропускает. Что мы вспоминаем? Вспоминаем. Везде, где только можно, если оно нам не мешает, использовать CONST. Используем CONST. И в этом случае, что вот здесь, мало вероятно, что такая ошибка будет, но есть. И иногда встречается. А вот это более вероятно, что такая ошибка есть. Или встречается. И вот сразу мы получаем ошибку компиляции. Вот. И программист увидел это сразу же. Ага, я же действительно хотел здесь сделать вот так. Так, идем дальше. Посмотрим сейчас, например, третий. Вот у нас есть некий тип DATA, конструктор, все дела. И у нас два оператора. Они одинаковы. За исключением того, что функция в конце ключевого слова CONST и впереди. Впереди, так как она возвращает константную ссылку. Это значит, данные менять нельзя. Вот. И вот это слово в функциях класса означает, что эта функция не изменяет ни одного внутреннего объекта класса. То есть внутреннего члена. Внутренний член это текст. То есть функции с модификатором CONST вот в конце, если они в классе, да, они могут изменять статические только данные. Нестатические данные менять не могут. Так вот, функции могут быть перегружены, если у них одинаковые имена, одинаковое количество параметров, но есть или нету модификатора CONST. Так вот, вот этот оператор будет вызываться для константных объектов, а вот этот оператор для неконстантных объектов. Соответственно, это, понятное дело, не соберется, здесь будет ошибка, потому что здесь будет попытка просто даже модифицировать константный объект. Мы даже если это закомментируем, все равно будет ошибка. Но поведение для константных объектов и неконстантных может отличаться. Соответственно, мы можем перегрузить операторы различные, это не только касается вот такого оператора квадратной скобки, это касается всех остальных операторов. То есть можно перегрузить для константных и для неконстантных объектов. Теперь давайте продолжим дальше и поговорим о двух понятиях. Есть два понятия. Побитовая константность, известная еще как физическая константность, и логическая константность. Что это такое? Сейчас разберем. Побитовая константность, это константность, которая определена в языке C++. Вот в данном случае, вот функция CONST, модификатор в конце CONST. Означает, что объект этот, внутренние данные этого объекта, то есть внутренние члены, не меняются при работе этой функции. То есть ни один внутренний член не меняется, кроме статических, так как статические члены классов, они как бы общие для всех. Это называется побитовая константность. Побитовая константность вот здесь. То есть имеется в виду, что этот объект, единожды будучи проинициализирован, нигде больше не меняется. Теперь давайте рассмотрим четвертый пример и что такое логическая константность. В данном случае у нас есть такой же, опять-таки, класс. Здесь внутри у меня указательно сишный тип, указательно чар. В конструкторе я выделяю память. Да, деструктор я не освобождаю. Нужно, извините меня, но это пример. Вот, в конструкторе я выделяю память и копирую некую строку hello. И здесь уже ошибка. Какая здесь ошибка? Здесь конст, а здесь конст не возвращается. Модификатора конст нет. Но не в этом дело. Все, в принципе, нормально. И компилятор должен сгенерить нормальную вот эту вот функцию. Но, вот у нас пример логической константности. Вот мы объявили объект A как константный. Дальше, где-то в коде объявляется указатель на чар. Берем адрес и присваиваем, в данном случае меняем первый символ. То есть, это касается встроенных типов. Если бы здесь был стринг, ничего бы подобного не произошло бы. Потому что у стринга перегружены оператор обычный и оператор конст. И, соответственно, всего этого не было бы. Но в этом довольно легко запутаться. Поэтому, если бы мы применяли везде конст, там, где это возможно. А правило говорит, везде, где это возможно, применяйте конст. То вот такой проблемы не было бы. Вот мы сейчас посмотрим. На якобы константный объект, ptext, данный hello, взяли указатель. Ни одного здесь приведения типа по факту-то и нет. В результате данные изменились. Вот это называется логической константностью. То есть, побитовая константность проверяется. Компьютером, можно сказать, компилятором, на этапе компиляции, на этапе трансляции. А логическую константность никто не проверяет. Мы также могли бы, к примеру, убрать этот модификатор конст, если бы использовали приведение типов. То есть, в этом случае, опять-таки, работает уже логическая константность. Потому что мы логически так делаем по чему-то. Так вот, если нам сделать, добавить сюда конст, то мы сразу же получим ошибку. И здесь нужно явно приводить к неконстантному типу. Вот. Давайте я это закомментирую, так как я это залью на гитхаб. Идем далее. Пример, по-моему, уже пятый. Например, нам нужно, ну, нам не нужно, вот у нас, вот у нас есть класс, вот у нас есть функция length, которая возвращает длину строки. А строка у нас в виде C-шного массива. Так, подождите, return не дописал. Вот. Хорошо, что увидел предупреждение. Так вот. Вот пример такой некой функции. И для того, чтобы ускорить работу, там, чтобы у нас все очень быстро работало, мы применяем какие-то механизмы. Ну, в данном случае, так просто, пример, просто хешируем, хешируем длину. Так вот, если просто где-то изменится длина, мы этот флажок сбросим false. А тому, кому, тот, кто хочет получить длину строки, здесь будет проверка, длина менялась или нет. Если она менялась, ну, к примеру, при модификации, да, этой строки, чтобы каждый раз не вычислять, то мы вычисляем размер строки и устанавливаем флажок, что длина хороша. Так вот, что здесь такого? Хотелось бы, конечно же, дописать const. Ну, по факту, как бы, по факту, как бы, эта функция не меняет внутренних состояний. Ну, как бы, внутренних данных. Потому что основные данные вот, а это хеширование. Но, такая штука, что вот это уже не является побитовой константностью. Потому что компилятор увидит здесь явные признаки изменения внутренних данных объекта. То есть, это получается уже не побитовая константность. И, более того, константности особо здесь ничего не угрожает. Но компилятор вот эту вот запись не пропустит. Что делать в этом случае? В этом случае нам помогает ключевое слово mutable. То есть, то, что все-таки может меняться внутри функций константных, надо нам пометить ключевым словом mutable. Вот так вот. И тогда, тогда у нас все отлично. Вот эта функция const. Она не изменяет, к примеру, наши основные данные. А вот те, которые нужны для кеширования, еще для чего-то такие вспомогательные данные, для повышения производительности, возможно, для уменьшенного потребления памяти или еще чего-нибудь. Мы помещаем слово mutable. И теперь у нас функция const. И она как бы ничего не изменяет. Идем дальше. Я думаю, с const уже прекратим о const говорить и поговорим о const expression. Потому как о const можно говорить долго и не один час. Но я думаю, этого не нужно. const expression. В чем же отличие const от const expression? Кстати, const expression тоже используйте везде, где это возможно. Смотрите. Здесь ошибка компиляции. Почему? Объекты с модификатором const говорят компилятору, что после инициализации объект меняться не может. Но const expression говорит компилятору, что во время компиляции или до компиляции, то есть или во время трансляции, или во время редактирования связей, но до того, как программа уже будет запущена, значения вот этого выражения должны быть известны. Поэтому здесь и ошибка. В данном случае const int a присвоится некое значение, и внутри этого блока a мы менять не можем. Вот здесь же ошибка. Почему? Потому что ни на этапе компиляции, ни до компиляции, ни после компиляции значение b неизвестно. const expression, как бы здесь и говорит, константное выражение. А выражение это то, что вычисляется. Уже должно быть вычислено. Теперь давайте добавим, сделаем так, чтобы было известно на этапе компиляции. Ну без разницы, будем говорить на этапе компиляции. Вот, некое значение. Вот стоп. В этом случае у нас все отлично и все работает, потому что значение вот этого объекта переменная известно уже до выполнения программы. То есть можно еще сказать следующее, как бы подбить итог краткий. Объекты, являющиеся const expression, являются константными. Но не все объекты, являющиеся const, являются const expression. То есть c является константной, изменить ее мы не можем. Но не все объекты, которые являются const, являются const expression. То есть вот это, каким будет значение объекта a, неизвестно. Но какими будут значения объектов const expression, известно до запуска программы. К функциям тоже применимо вот это вот выражение const expression. Давайте посмотрим пример. Функция f2 у меня есть. И f3. f3 вызывает функцию f2. Куда она передает параметры a, a. В данном случае вот это вот значение неизвестно. Вот, и что здесь происходит. В этом случае, если вот такие аргументы нельзя посчитать на этапе компиляции, вычислить, то эта функция ведет себя как обычная функция. Это значение высчитывается при выполнении программы. Иначе же, если можно посчитать, соответственно, результат этой функции, ну, результат вот этих вот значений, или что она там может возвращать, считается до выполнения, то есть на этапе компиляции. Что делать, если функции const expression нужно передавать наш собственный тип? Дело в том, что функции const expression ограничены приемом и возвратом только литеральных типов. Грубо говоря, только встроенные типы могут быть переданы. К примеру, int работает. Где-то, да, должно работать. Что такое? А, void. Да, сейчас. Так, сделал. Вот. Давайте попробуем собрать. Смотрите, у нас есть собственный тип. И не просто пустой, а уже есть какие-то данные. И функция contact expression. Куда мы хотим передавать, передавать что-то, да? Но, как мы видим, уже не работает. Потому что работает только с встроенными типами. Встроенными, то есть с типами литеральных типов. Вот так вот. Что в этом случае делать? Да, все просто. Добавляем вот здесь const expression, потому что const expression применим к конструкторам. Конструктор это такая же функция. Вот. Что здесь будет? Да, тогда это говорит компилятору, что на этапе компиляции значения должны быть вычислены. Ну, давайте вот int a value равно 0 и int b value равно там 0. Вот. То есть, если никаких значений не будет передано, то по умолчанию внутренние члены будут проинициализированы вот этими вот значениями. Так, b и b value. Теперь, теперь при попытке собрать, у нас все собирается. На этапе вычисления данные вот этого объекта уже вычислены. Соответственно, во время выполнения программы лишние действия выполняться не будут. Вот. Ну, здесь понятное дело, нам надо еще const expression сделать вот так вот. А нет, не получается. Да, все верно. Надо читать просто предупреждение. Я же объявил как класс. Соответственно, конструктор-то скрыт. Вот. И все у нас хорошо. Так, все у нас хорошо. Давайте уберем опять const expression и посмотрим, что произойдет. А, произойдет ошибка. Все верно. Так, давайте добавим const expression. Соответственно, все у нас отлично работает. Можно так, можно сяк. По-разному писать. Но функции со своими собственными типами можно передавать в const expression. То есть, не забываем. Если получили ошибку, значит, надо конструктор нам создать таким, чтобы данные могли быть вычислены на этапе компиляции. То есть, применение этих всех ключевых слов const, const expression гораздо шире, чем можно было бы предположить. И использовать желательно там, где это все возможно. Помимо предотвращения всяких ошибок, в данном случае, когда мы там работали с const, да, то const expression, что const expression нам дает? Это дает возможность компилятору, когда он видит const и const expression, применять свои режимы оптимизации. То есть, объявлять, точнее, размещать объекты в той памяти, которая доступна только для чтения. А это может повысить производительность. Также мы уменьшаем вероятность потенциальных ошибок, логических опечаток. Ну, это, по сути, является логическая ошибка. Кроме того, мы таким образом можем повысить производительность программы. Если возможно создать наши объекты и наши функции с использованием const, или в данном случае const expression, то объекты и значения объектов данных будут вычислены до выполнения программы. А я думаю, вы понимаете, что это может повысить скорость выполнения программы в целом. Вот. Про const expression можно было поговорить чуть-чуть поболее, но уже нет времени. Поэтому следуйте совету. Не обязательно, но это ваше дело. Но совет очень хороший. Поэтому везде, где можно, применяем const и const expression. Если не получается, можно посидеть, подумать. Может быть, что-то где-то изменить. И вполне себе нормально можно создавать объекты const expression. Или константные функции. Ну, и все такое. В общем, спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, комментируем, ставим лайки. Ну, и все такое. Всем пока.